В региональном правительстве обсудили ход строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Прежде всего, речь шла о реализации долгосрочной целевой программы, в рамках которой в основном проводилась госификация населенных пунктов, осуществлялась реконструкция водопроводных сетей и мостов. В прошлом году было введено в эксплуатацию 9 объектов, и еще 10 подготовлены к воду. Но оказалось, что не все денежные средства были освоены полностью. Невостребованными остались 84 миллиона рублей. Основной причиной низкого процента выполнения строительно-монтажных работ явилось отсутствие со стороны муниципальных заказчиков, получателей субсидий, должного контроля за ходом строительства и затянутыми сроками реагирования на возникающие сложности. А именно, в заявках на получение субсидий в ряде случаев указываются некорректные номинования объектов. По причине отсутствия предварительного анализа со стороны муниципальных заказчиков, плановые объемы финансирования часто не соответствуют фактическим потребностям финансирования. Так, в прошлом году не удалось завершить строительство водовода в Новоталицах. В документах не были отражены коммуникации. Работы велись, что называется, вручную. Было потеряно драгоценное время. По словам начальника департамента строительства и архитектуры, многие проблемы по реализации долгосрочной целевой программы связаны с низкой квалификацией сотрудников администрации муниципальных образований. Нужен что-то какой-то процесс обучения необходимый организовать. Ну что ж, мучение все время какое-то. И департамент, он как бы вроде загружает деньги туда, на муниципальный уровень, и потом, значит, сверху наблюдает, смотрит. Это неправильно. Какие у вас есть мысли на этот счет? Что можно предпринять для того, чтобы минимизировать вот такие проблемные моменты? С необходимостью обучения согласились все. Полученные знания позволят специалистам в дальнейшем работать не только с региональными целевыми программами, но и с государственными. Аксиомой в преподавательской среде является то, что ты научи сначала человека, научи, а потом спроси. Не понял? Значит, проверь, где не получилось. Еще раз, значит, спроси, еще раз научи. А потом, если не получается, то тогда меры хирургического воздействия. Или того, кто учил, надо убирать и заменять, или того, кто не может применить навыки на месте, надо заменять другим. А иначе идет срыв. Работы на незавершенных в прошлом году объектах предполагается выполнить в этом году. Начальник регионального департамента строительства и архитектуры пообещал, что впредь усилит контроль, не допустит неэффективного использования средств в муниципалитетах.